Ну что, друзья, мы знакомимся с новой нашей участницей, ее зовут Кристина, а и скажи вот только честно, какое у тебя блюдо сейчас, что ты будешь? Козел в огороде. Козел в огороде, что это такое? Я понял, по твоим глазам ты знаешь обязательно, пускай это будет секрет для всех жюри. Итак, у тебя есть 5 минут, за которые ты должна приготовить это потрясающее блюдо, я уверен, что у тебя получится. 3, 2, 1, хватай, поехали! Я бы что-нибудь учить пекла бы. Ты любишь печь? Да. Может, ты поделишься своими мыслями, какие ингредиенты будут входить в это? В козел. Козел. Вот тут мы его режем. Согласен. Часто готовишь, честно? Почти каждый день, да. С ума сойти. Мне нравится готовить. Нравится? Да. Где вы девчонок таких набрали, которым нравится готовить? Это редкость в наше время. Это временно. Это блюдо, козел в огороде. Это оливье. Без огурцов. Ей украшено все сверху, с опустой укропом. Четыре за подачу, за украшения, три за вкусовые качества. Ну, за креатив поставлю пять. Молодец. Все равно за вкусовые простит, сама все понимаешь, четыре. За внешний вид пять, за вкусовые качества четыре. Молодец. За внешний вид пять, потому что, конечно, совместить несовместимое, и это все презентовать, это было круто. Но по вкусовым тройка, очень крупно все порезано. Даже дело не в сочетаемости продуктов. Я понимаю, что каждый человек волнуется. И как бы, ну, само название, да, салата за себя говорит, козел в огороде, и как бы угадать, и я подсказывала огород. То есть все, что связано огородом, это овощи. Да, русская кухня очень наша такая непонятная очень многим иностранцам, потому что, ну, что могу сказать. Я поставлю четыре-четыре за смекалку, за то, что ты действительно не знала, что туда входит. Четыре-четыре. Тоже, да, салатик такой интересный, но можно было какого-нибудь майонеза уже добавить. Уже давили бы тогда в сторону оливье. Вот, ну, чуть-чуть сухого. Продолжение следует...